Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким образом. Обычно столик используется до тех пор, пока ваш малыш не достигнет веса в 15 кг. Обивка кресла мягкая и приятная на ощупь. Ее можно снять и постирать при температуре 30 градусов. У кресла есть специальный вкладыш. Он спрятан под обивкой сидений. С помощью этой специальной вкладки, предназначенной для детей до 18 месяцев, можно регулировать положение ребенка по высоте, что позволяет малышу находиться в верном положении относительно защитного столика. При необходимости вкладыш можно убрать. Кресло растет вместе с вашим ребенком. Подголовник может быть отрегулирован по высоте в 11 положениях. Для этого используется рычаг сзади. Также можно отрегулировать наклон подголовника. Для этого вам достаточно немного приподнять его и выбрать нужное положение. В первой группе для детей весом до 18 килограммов кресло устанавливается на специальную базу, которая позволяет регулировать наклон. Для этого потяните за рычаг под сиденьем. Вот таким образом. Для детей весом более 18 килограммов кресло устанавливается без базы. Его спинка имеет свободный ход и ее наклон можно отрегулировать относительно сидения в вашем автомобиле. Кресло имеет дополнительную боковую защиту LSP System Plus. Мягкие боковины и защита плеч обеспечат максимальную безопасность для маленького пассажира. Давайте посмотрим, как установить автокресло Cybex Palace в ваш автомобиль. Кресло устанавливается только по ходу движения машины при помощи штатного трехточечного ремня безопасности. Существует два варианта установки. Итак, вариант первый. Для детей весом от 9 до 18 килограммов. В данном случае мы используем кресло вместе с базой и защитным столиком. Снимите столик, усадите ребенка в кресло и верните столик на место. Далее возьмите ремень безопасности и обе его части проведите через специальную направляющую в передней части столика. Закрепите ремень в замке. Следите, чтобы ремень был достаточно натянут и не перекручен. Второй вариант установки предназначен для детей весом от 18 до 36 килограммов. В данном случае кресло используется без базы. Чтобы снять базу, утопите два фиксатора снизу. Затем потяните за оранжевый рычаг и потяните кресло наверх. Вот таким образом. Теперь перейдем к самой установке. Возьмите ремень безопасности. Верхнюю часть проведите под подголовником через специальную красную направляющую. Нижнюю часть ремня проведите под ближним подлокотником. Под дальним подлокотником проведите обе части ремня. И закрепите ремень в замке. Следите, чтобы ремень был достаточно натянут и не перекручен. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией.